Я купил свой компьютер зимой 2011 года в компьютерном магазине Кей. Поскольку мой знакомый мастер работал с менее производительными машинами, а других людей для сборки у меня не было, я решил купить готовую машину. После запуска винды я немного испугался того, что на рабочем столе ничего не было. Оказалось, это была новая функция, которая позволяла растягивать рабочий стол на два монитора, и у меня был выбран второй несуществующий монитор. Тогда я резко пересел с четвертого пенька на Core i5, и это была огромная разница, я многого не знал. Винда как была ультимативной семеркой, так и осталась той же копией до сих пор. Я сразу стал тестировать первый Crysis на максималках, и получил не совсем тот результат, которого ждал. И только потом я понял, что началась эра неоптимизированных игр. Уже тогда компьютер сильно грелся. GTX 470 с турбиной на борту выдавала более 70 градусов в игре и жужжала как следует. Потом я стал проходить Death Spence и все популярные игрушки того времени. Я стал много играть в Хон, потому что четвертый пенек его не тянул. Потом пришла Лига Легенд и, наконец, Дотка 2. Через два года рабочая температура видяхи достигла 90 градусов. И в один прекрасный день по всему экрану вылезли артефакты. Я понял, что карте хана. Я купил GTX 650 по совету своего мастера, но мы друг друга, видимо, не поняли. Меня смутил маленький размер, один кулер и 4,5 тысячи рублей цена. В доте на максималках карта выдавала 40 фпс на фонтане без единого бота. Она была слабее предыдущей. Карту я вернул и посоветовался с консультантом. Он предложил мне купить новинку сезона октября. R9 270X. Ну, думаю, 8,5 тысячи рублей должны себя окупить. Это оказалось правдой. По словам моего друга Матвей, это бюджетная цена, и если так, то покупка удачная. Бак в карте только один. Во время низкой нагрузки иногда мигает монитор. Видимо, карта неправильно переключает 3D и 2D режимы. Температура стала заметно меньше, да и шум уменьшился. Вот только дребежит кулер на процессоре. Да и сам он без пальца не заводится. Поэтому каждое утро я делал зарядку. Нагибаюсь и завожу кулер. Потом начались проблемы с оперативкой. Игры стали долго разворачиваться и закрываться. Вроде всегда хватало, а в третьей баттле начались проблемки. Я долго это терпел, пока у меня фпс в играх не упал и стим не полетел. И я не смог переустановить его, потому что выдавалась ошибка. Сменив путь установки на другой раздел венча, я понял в чем дело. Он умирает. И это логично, из-за нехватки оперативки к нему часто обращаются за файлом подкачки. Это изнашивает его гораздо быстрее. И я купил аналогичный венч на 2 терабайта. Потом я стал играть в МКХ и понял, что больше так продолжаться не может. Я докупил еще 4 гига оперативки. И вот после этого наступил порядок. Все отвечает вовремя и быстро закрывается. И сегодня машина работает так, как должна.